Всех приветствую, уважаемые мои подписчики и случайные зрители моего канала. Сегодня 5 января 2022 года и оценив обстановку по погодным условиям, я со своими товарищами решил выехать на подводную охоту. Мы нашли небольшой водоем с открытой водой, в котором надеялись найти зимнего налима, который должен был уже отнереститься, потому как в Ленинградской области у нас морозы давили с самого конца ноября практически весь декабрь. Декабрь был очень холодным и соответственно все водоемы моментально покрылись льдом. Но кое-где и у нас в Ленинградской области имеется открытая вода. Собравшись компанией из трех подвохов, соблюдая все меры безопасности, потому как имеются у этого водоема небольшие закраины, мы аккуратненько добрались до этого водоема, практически одновременно зашли в воду и разбежались в разные стороны, чтобы друг другу и мешать. Надежда, конечно, была на то, что мы найдем все-таки налима хорошего размера, это килограммы более для данных мест, ну и какую-нибудь или одинокую щучку или судака, который катился в эти места для зимней стоянки. Оказавшись в воде, я понял, что прозрачность воды достигает 5 метров, а где-то и более. Именно в этом водоеме крайний раз мы были на подводной охоте в середине ноября и прозрачность была здесь просто отвратительная. У многих наверняка возникнет вопрос, для чего и с какой целью мы это делаем. Зачем мы лезем в ледяную воду зимой в такую погоду? Ответ простой. Сохнут жабры уже 2 месяца. А так как есть жидкая вода, почему бы нет? Тем более в такой изумительный прозрак. Вы просто посмотрите на эту прозрачность воды, где видно каждый камушек, каждую взвесь. Единственное, чего мы, конечно же, не увидели, это то, зачем мы, соответственно, и пришли на глубину 6, 5, 7 метров. Это полное отсутствие рыбы. Почему ее здесь нет? Предполагаю, что, скорее всего, из-за отсутствия кормовой базы. Ну, так как нет мелкой рыбы, то не будет и крупной. Ну, а налим? Налим уже отнерестился и скатился уже наверняка в свои места стоянки, потому как налим нерестится при температуре 1-2 градуса по Цельсию, а эта температура у нас уже была в декабре месяце. На воде мы провели около 40-50 минут. За это время я успел сделать около 30 нырков на третью глубину от 4 до 7 метров. Получив массу эмоций от подводной охоты, которая, в принципе, можно сказать, что состоялась, но без рыбы, пришло время выходить, наконец-то, на берег. Так, вышли мы практически одновременно. После меня вышел Игорь, последним Максим. Максиму повезло больше всех. Где-то на каких-то просторах этого водоема он все-таки нашел свой трофей, и этим трофеем оказалась килограммовая щучка. И даже этим он остался доволен. Так что, ребята, рекомендую иногда зимой проводить время именно так. До новых встреч! С наступающим Рождеством! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова